всем привет вы на канале семья на чемоданах мы сегодня в полном составе но в принципе последнее время как обычно едем на самую крайнюю точку нашего материка представляете это та локация которую видел в интернете и думал это где-то там аля в норвегии находится там слишком красиво а потом нинасик сказала что это находится у нас на материке и вот мы совместили приятное с полезным и приехали в голубицкую отдохнуть здесь дикарями и сейчас выдвигаемся на эту самую точку не переключайтесь я покажу туда дорогу посмотрим вообще попадем ли мы туда я очень постараюсь там запустить дрон возможно это получится в общем погнали выехали мы значит из голубицкой посмотрите здесь сколько парапланиристов летает вообще про планы на там парковку он дальше уже забита я вижу на себе и полотенце да да я уже поняла себе начала делать вообще смотрите какой кайф это хороший знак это значит мы попадем на самую крайнюю точку и вот этот линия тоже сразу после полетов до усыпано кемпингами базами отдыха но такими мини базами отдыха типа вот видите маленькие домики и это все кемпинги мы тоже в некоторые заезжали здесь есть классный кемпинг но мы там не отдыхали просто по внешнему виду как они подходят к своему кемпингу конечно он прям тут сто процентов лучше здесь на этом берегу вот видите вот какой-то вот короче вся вот эта береговая линия вот усыпано кемпинг если прям хотите кемпинг то приезжайте останавливать средняя цена 1000 рублей за сутки но уточняйте что входит мы проехали значит станицы пересыпь станицу за родину и подъезжаем сейчас к станице пучу горы тоже мимо проскакиваем и двигаемся дальше едем минут 15 и здесь кругом просто вот эти плантации то ли винограда то ли что-то еще выращивают но их просто огромное количество сейчас люди останавливались фотографировались здесь в некоторых палатках вот например как вот это можно с полей купить овощи и фрукты в принципе и вот сейчас тоже будет палаточка смотрите вот видите виноград овощи фрукты абрикосы персики вот продают так что кому надо с полей вот сюда можно думать приехать затариться и и и и и и и и но и и и и и и а а а а к смотрите вот он съезд на кучу гуры до кучу буров 6 километров нам и едем прямо по главной дороге А кто хочет поближе познакомиться с кучугурами, я оставлю ссылку на два выпуска в описании под этим видеороликом. Посмотрите. А дальше, ребята, мы едем и начинаются по левому правую руку огромные плантации подсолнников. Огромные, просто бесконечные поля. Насколько тут клёвая природа. Едешь и глаз не оторвать. Растения вот эти клёвые. То виноград, то персики, то подсолнухи. Кайф, да? Субтитры подогнал «Симон» Смотрите, мы дальше начинаем двигаться по косе. Слева лиман, справа Азовское море. Вон там вот горы, которые начинаются, это уже Герч. А это уже Крым, тут, видимо, ребята встают с палатками. Машин так много. Ну да, да-да, видите, тоже дикое место палаточного отдыха. Прикольно, смотрите. Всё усыпано, пху, я даже не знал. Много. Вот, тут купаетесь, вы тут пресную воду берёте. Ребятки, я вот сказал, что это озеро, не лиман. Нет, это никакой не лиман, это Таманский залив. То есть здесь не пресная вода, здесь тоже солёная. Ну, такая же она, как на Азове. Справа появились у нас железнодорожные всякие угоны, цистерны. И мы заезжаем в порт Кавказ. Вот здесь через ЖД пути автостанция есть, в порт Кавказ. Вот, а нам нужно ехать куда-то прямо. Еду и волнуюсь, а вдруг не получится. И просто вот на грустной ноте выпуск закончится. Еду только ради видов, которых очень хочу вам показать. Не точно-то вот стоит. Точно стоит, чтобы проехать столько километров. Видите, раньше здесь была жизнь, потому что здесь была паромная переправа. Видите, паромная переправа Кавказ-Крым, как она называлась. Перевозка пассажиров, опасных габаритных грозов. Спечер, Кавказ. Да, асфальт, конечно, здесь жесть. Вот. Прям как на границе с Китаем. Просто свалка какая-то, помойку, вроде бы сделали. Вот, видите, кафе. Боспор. Ну, стоят машины, видимо, что-то тут, наверное, дорабатывают еще люди. Здесь магазин продуктов. Да, как будто мы куда-то сейчас за границу будем заезжать. Едешь и просто охереваешь. Типа, мол, знаете, куда мы попали. Такие постройки 1973 или 2013 год. Вот так вот разрушено здание. Просто вот такие дороги. Половина все в лужах. И самое что главное, я вижу, куда нам надо ехать. Ребята, я уже вижу. Видишь? Видишь, в далеке? Видео, да. Ой, кайф. Слушайте, я очень надеюсь, что мы туда едем. Так, дальше дорога, конечно, вообще ужасная. Приходится ехать буквально 5 километров в час. Иногда встречаются вот такие вот лужи. Неизвестно, что там дальше в лужах. Надеюсь, все будет нормально. Вот, вот, прям передорожная. Да, ну, это, наверное, парамочка. Шукс. Это вот впереди. А справа, видите, вот так вот все затоплено. Камыши какие-то растут. Все в лужах. Но, я не знаю, вы смотрите, поймите. Поймете ли вы, куда мы двигаемся вот сейчас по этому крадру? Я потому что уже вижу. Вижу цель. Вижу цель, не знаю преград. Так, мы, короче, доехали до первого маяка. Вот так вот. Но нам вообще нужен другой. Сейчас попробуем туда каким-то образом попасть. 1954 год на нем. Видишь надпись? Угу. Не знаю, что здесь. Здесь вообще какая-то военная база, что ли, какая-то непонятная. Сейчас посмотрим. Вот так вот едем, видите? Вот такие переправы. Ребятки, мы едем вот на тот маяк. Едем вообще по краю дороги. Здесь пески. Еще, блядь, не зарыться бы. Ну да. Ну вон там нет, внизу вниз проезд, нет. В общем, прикиньте. Не знаю, очень узкая дорога. Здесь даже просто не развернуться. Она уходит куда-то туда. Суваться. Что-то прям очень как-то стремно. Немножко прошелся, а дорога все туда идет-идет. А нам надо попасть туда, ребят, чтобы сделать классные снимки. И я решил, что нужно просто сейчас запустить дрон. Посмотреть, куда ведет вот эта дорога. И если получится долететь, посмотреть, как туда подъехать. Сейчас будем смотреть вместе. Продолжение следует... Короче, песец как-то стремно сдавать назад. Потому что слева какие-то непонятные болота, справа море. И не дай бог съехать с этой тропы и все. И поплывем, короче, походу. Вот. Ну ладно, у нас, благо, есть камера заднего вида. Плюс опыт. Надеюсь, он нам это поможет. Вот мы, короче, встали. Вот он. Вроде бы так близко. Но все, подъезда никакого нет. Я не знаю, может быть, получится как-то ногами пройти. Сейчас быстро надо загуглить. Получается, что чуть-чуть мы попадаем не в погоду, потому что вот она как раз идет дорога. Вот. Здесь вот если проехать, а дальше все, можно будет двигаться уже на машине. Ну, конечно, рисковать не буду. Возможно, сейчас отправимся туда пешком. Ну все, мы в полном составе. Начинаем двигаться пешком к тому месту. Так, я первый, говорится, пробую. Как тут? Оп, оп, все. Теперь мои. Вот на камень, вот на этот наступай. Артем, вот на вот этот камень. Понятно? Родион, давай, давай, давай. Давай. Умничка. Все. Я боюсь, Артем, вот сюда суваться. А если здесь начнем проваливаться, что будем делать? Могли. Но стрёмно что-то. Была бы Нива, рискнул бы. Рыба, рыба, ага. Папа, почему ты Нива была? Пойдем. Ну, Артем, потому что дешевая. Давай, давай, пацаны, пойдемте. Ну все, дальше нам предстоит путь. Сколько метров, в принципе, можно даже, наверное, отсюда посчитать, потому что каждый столб установлен через каждые 10 метров. И вот даже если бы я риснул первый участок проехать на машине, то дальше, посмотрите, еще один участок сложный. Видите? И снова нам сейчас придется двигаться как-то вот так вот ногами. Вот. Не, ну в принципе, твердая, конечно. Конечно, земля можно на машине, было бы, но не факт. Вот так вот двигаемся. Ну все, я прошел. Да, здесь вообще, короче, получается, бетонная плита. Здесь можно было бы проехать. Так, ну что, двигаемся дальше. Настенька, что это из тебя вытекло? Вот здесь проходите за мной, парни. Парни, за мной идите. Дай руку быстрее, Артем. Мои тапки, мои тапки. Ну иди вперед. Руку давай. Тапки, смотри, нормально наполняй. Снялись? Да. Что, в натуре, что ли? Угорайте надо мной. Блядь. А? Где тапки? А-ха-ха! Жесть, а? На, помогите. Одевай. Ой, прикол. Слушайте, я не знаю, как дальше будем идти. Но вот это самая прикольная лужа получилась. Веселая. Давай, жду, жду. Да. Двигаемся просто на край материка. Ой, огонь. О, какая прохладная. О-о-о-о. А почему мне такая ощущение показала? Что ли там как? Да. Артем, можем вот это полейдем. Артем, как мы вот это перейдем? Почему? Почему? А что ты... Ну да. Ёпсель-мопсель, а? Нам осталось совсем чуть-чуть. В общем, я расстроился и решил просто запустить дрон и попробовать долететь до этого маяка. И завершить выпуск. А на этом месте прервем полет, потому что Настенька, пока я летал, она дошла почти до конца, поэтому мы решили... Спасибо большое. Вот, ребята, там первые пришли, поэтому мы сейчас берем детей, я на себя беру детей. Настенька берет камеру и отправляемся. Погнали. Я поэтому беру их вот так вот прям. Слава, ты смотришь, у тебя засосет ноги и ты офигеешь с ними, Слава. Ты что, приколишься, что ли? Пусть сами, пусть сами идут. Папа-герой. Просто ты... Вот я вот здесь шла, здесь нормально было. Вот ближе к столбам. Да. Я говорю, сюда ближе. Я же тебе сказала, не тащи их, не тащи их. Я же тебе сказала, не тащи их. Вода теплая. Вода теплая. Мама твоя, ты почти дошла, ты больше... Ты снимаешь, да? Да. Мамик, ты больше... Ля, засасывает ноги. Да ноги засасывает, там померчиво, тут поглубже. Мне вот прям тут пир-пирок почти. Опа, она сухая. Вот тапок где-то мой потеряла. Ладно. Нашла? Тапок ты нашла, сейчас подожди. Угу. Пойдет. Мы будем не мы, если не попремся куда. Мама у нас красавчик. Мама уже проверила и без чувака, он говорит, там не будут за это. Я поняла, ты же до этого я прошла таск. Смотри, камень аккуратно моего за этого, чтобы палец не ударить. Писи-писи, да? Вау. Вау. Ну что? Да, намочили. Мы немного. Свои вещи. Но это, ребята, точно того стоит. Кто сюда приедет, в эти края. Вот я уже сказал, там бросайте машину. Ребята вообще приехали на мотоцикле. Наша тачка там стоит. Здесь открывается. Классный вид. Уже на Крым, на Керчь. Вот это вот все с воздуха. Чуть видели, чуть позже. Ребята, вам еще покажу. Самые шикарнейшие кадры. Вся моя банда. Идем все вместе, представляете? Все вместе, еще и Настенька беременна на последнем месяце. Предпоследние месяцы беременности. Молодец. Еще я пока летал в глубину, все изведало, как здесь дошла до конца и опять вернулась. И потом мы вот приняли решение, что давайте все-таки пойдем двигаемся, в общем. Сколько-то нам столбов надо еще пройти. Ребята, вот знаете, мы точно заслуживаем лайк. Это да. И Детворя, и Настенька, точно, 100%. Так. Снова. Пошлите. Кто такие? Снова в рот. Лужа. Все, перешли. И вон банда. Идем вообще в жару, но жара не так ощущается, потому что кругом вода. Еще периодически вот такие лужицы, где мы смачиваем ноги, приводим себя в чувства. Но осталось нам идти еще маленько. Слушайте, под конец дорога начинается вообще вот такая вот просто все в траве, болотистая такая местность, камыши кругом. И идти так не совсем приятно, потому что летают всякие мошки, но когда ты видишь впереди его, то понимаешь, что идешь ты не зря. Сейчас, еще чуть-чуть, я вам покажу, не переключайтесь. Ну что, ребята, вы готовы увидеть эту красоту и ради чего мы шли? Давайте раз, два, три. Посмотрите, Крым, Керчь, Крымский мост. И вот это прекрасное сооружение, ради которого мы шли, маяк. Я так понял, что он построен в 1954 году. Наверх, конечно, не забраться. Я думаю, что она вряд ли. Но сделать пару снимков здесь внизу. Фух. И полетать вокруг него обязательно нужно. Я, в принципе, до него долетел. Но хочется сделать круг. Вот такая вот территория, видите? Все вот так вот закрыто. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мало кто из вас знал Я с вами прощаюсь До завтра Субтитры создавал DimaTorzok